Это продукт нашей разработки, белорусских инженеров, фактически настоящая голограмма. И первые, кто ее использует сейчас, и, кстати, технологию уже используют в более чем полусотни стран, это реклама на выставках, например. И у нас есть запросы даже из системы образования. Представьте себе, астрономию изучать на трехмерных объектах или геометру. Они во многие страны подставляют, и здесь, из Минска, можно одновременно, допустим, проходить рекламные кампании. Сразу в Японии, в Китае, в США, в Африке, еще где-то одновременно, допустим, загорается какое-то изображение. Разрабатываем технологию, которая умеет определять культуры на сельхозполях. Например, здесь представлена карта Европы, разные цвета, это разные культуры. Мы понимаем, где какая культура произрастает. Это все анализируются спутниковые снимки. На базе этой технологии мы строим платформу для точного земледелия для фермеров. Они могут анализировать и понимать, как развивается поле. На базе этих данных мы строим дальше зоны для внесения удобрения, фосфор, калий и азот. Дальше скачивается файл на флешку, флешка в трактор, и трактор едет по полю, и по GPS автоматически норма меняется. Не вручную механизатор, а именно автоматически. Значит, этого вносится разное количество удобрений в разные зоны. Это очень полезно и нужно. Вот этот робот стоит порядка 20 тысяч, и он окупается за полтора года. И поэтому у нас уже есть и кафе, где робот наливает кофе и готовит кофе. У нас есть Гориская сухосакадемия, они изучают, как собирать урожай в теплицах. У нас есть белорусские хирурги, которые уже сделали первую операцию с этим роботом на глазу. Ну и промышленное применение тоже никто не отменял, потому что сделать качественный сфорной шов, скажем, на трубе высокого давления, который идет на экспорт, это далеко не каждый человек может. Хорошо. То есть мы можем это сделать? Мы доставили в виду, потому что мы замахнулись на то, чтобы построить завод свой для двигателей, чтобы не закупать эти двигатели. Наступает эра роботов. Хотелось бы кому-то или нет? Она уже наступила, и вот сейчас даже малое предприятие в Европе, в Штатах, 20 человек, они уже могут себе это позволить. Короче, вы можете сделать любого робота. Можем. И делаем. Спасибо. Это хорошо. Спасибо. Я остановлюсь сейчас конкретно на нескольких примерах, что мы сделали для здравоохранения. Мы сделали национальный регистр доноров костного мозга. Его сегодня нету даже в России. Недавно было выступление одного из сотрудников Росфонда, который сказал, я получил премию миллион рублей российских, я готов их инвестировать в создание регистра доноров костного мозга. У нас он уже сделан и работает несколько лет. Далее. Лист ожидания трансплантанта печени. Буквально вот только закончили, представили министру здравоохранения. Там созданы условия, при которых автоматизированная обработка информации и анализ выдает консилиуму врачей наиболее четкое, понятное, кого оперировать в первую очередь, и исключен субъективный фактор. Это значит, исключены вопросы коррупционных проявлений. Таким образом, компания сегодня имеет мощную экспертизу, мы готовы помогать экономике. Сейчас важно найти точки соприкосновения с госструктурами. Там не хватает специалистов, понимающих, как мы это делаем. Давайте договоримся, вам не надо искать соприкосновения, точки соприкосновения с госструктурами. У вас первый вице-премьер, можно сказать, ваш помощник, подручный, начальник. Плотно в режиме работы. Да. Если что-то надо, пожалуйста. Мы так и делаем. Поэтому не ищите даже этих контактов. Если какие-то препятствия, вы не стесняетесь говорить. Ему скажите, он знает, что делать. Мы в ближайшее время приступаем к созданию образовательного VR-центра, который позволит стать единым центром производства, дистрибуции контента не только у нас в стране, но и за ее пределами. Виртуальная реальность сегодня может быть полезной в промышленности. Помимо пользы в промышленности, мы видим абсолютно точно большие перспективы в образовательном процессе для школьников. Я очень верю, что мы сможем сделать качественный продукт, который сможет масштабироваться не только внутри страны, но и из этих дел. Мы не ошиблись? Не ошиблись. Мы сделали все очень правильно. Мы приняли самое правильное и прогрессивное регулирование в мире. И вы знаете, Александр Егорович, вот проходит время, десятки лет, сотни лет, да, и люди многие вещи не помнят. А вот помнят президента, который запустил человека в космос, помнят того, который там войну выиграл, да. Вот вы знаете, и вы вошли в историю, как первый президент, который принял правильное регулирование для блокчейна, для всех его будет использоваться. Но оно не умрет со временем. Оно не умрет, и это будет то, на чем будут базироваться в будущем очень многие эти вещи. И вот вы увидите, вот все, многое забудется, да, вот многие хорошие вещи делаются, а это вот останется. Самое главное, что мы сделали вот первый этап, запустили криптобиржу. Уже у нас несколько миллионов долларов в день оборот. 140 тысяч мы запустились 15 января, и очередь клиентов... Что 140 тысяч? 140 тысяч клиентов. Мы хотим в будущем сделать так, чтобы через этот инструмент можно было в белорусскую экономику тоже деньги приводить. Чтобы можно было белорусские компании могли выпускать свои акции, свои какие-то облигации и приводить сюда деньги. Ну, будем двигаться. Спасибо. Я честно сказал, что когда посмотрел на эти документы, я особо не напрягался. Думаю, я их поддержу, подпишу и так далее. Ну, если у вас что-то не получится, и вы провалитесь, ну, это ваши будут проблемы. А для государства мы же ничего не теряли. Мы уже... Риск ноль, но мы уже выиграли. Мы уже вошли на столик. Ну, я в этом кровно заинтересован. Мы сделали все очень правильно и привлекли самых крупных экспертов в мире и только благодаря тому, что у нас такая, как бы, сильная централизованная власть, мы могли быстро это сделать, все провести. Потому что... Ну, видишь, и диктатура хорошая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова